видео для тех кто надумал купать снегоуборщик или в сомнениях каких-то брать или не брать удобная вещь этом снегоуборщику порядка 12 лет наверное шестого года седьмого или шестого наверно так нашли 10 американская фирма покажу вот в принципе простой ничего нету ничего не надо там всякие тросики ручки чтобы типа все из кабины крутить и поворачивать ничего не надо вот нажигнул несколько раз на прыжки попадали потом управлял ничего нормально главный редуктор не сломать посередочек алюминиевый шпильки отломал несколько раз тоже вставлял покупал так принципе работает главное масло заменять почаще тут все там около литра ну и собственно говоря заливаю масло вот такую вещицу тоже побольше вот полтора бака а бак здесь я не знаю литр 3 наверно написано 3 да наверно где-то так вот территория вся была почищена снега было я не знаю примерно сантиметров 25 наверно я до этого видео снимал было дофига и вот территорию тоже почистил до колодца тоже полностью была вся засыпана ну собственно говоря практически весь участок всю территорию почистил нику больше то есть каждый выходной порядка два бензобака сжигаю вот ну и собственно работать то есть лопаты конечно не справится то есть навести вот такую красоту лопатой но это нереально либо тут надо жить иметь хорошее здоровье вот либо надо с кем-то ночью это нереально совершенно вот поэтому если что кучки лопаты сгребаем дальше кидаем вот либо когда уровень снега там выше 10 сантиметров можно сразу идти и кидать снег там либо за забор либо в кучке какие-то собирать там и так далее то есть вещь удобно справиться может они на в принципе даже ребенок аккуратненько довольно таки безопасно передние задние передачи есть но обычно на 1 убираю на 3 покажу вот это все ручное сами понимаете может быть неудобно кому-то некоторых есть целая панель только ручки крутить но это совсем не нужен только удорожает стартер тоже не нужен вот они передачи на 5 вообще практически не гоняю задние вот обычно r2 побыстрее чтобы назад сдавал по износу двигателя что сказать ну он видимо дефорсированный видите любой какой я не думаю что поршневая совсем умерла потому что чисто хорошо а дефорсирую наверное потому что компрессия небольшая потому что может бак попадать и вода и брызги снега там воды и лед может падать чтобы цилиндр работал не в таком экстремальном режиме вот а более упрощенным я думаю что здесь компрессия такая не очень сильно сделала специально чтобы движок служил дольше но америка как и все собственно американские машины то есть поршня болтается просто так поэтому они ходят долго то есть объемы большие а по лошадям там совсем немного но и бензина кушать много как обычно это тоже гладит говорит так вот все спасибо собственно если если у кого-то есть вопросы пишите если у кого-то есть сомнений покупатель не покупать то покупайте сэкономите время здоровья один раз заплатить зато будете пользоваться пол жизни как раз года идут лопаты уже махать не очень хочется поэтому вот снегу больше вам в помощь все спасибо